ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, здесь никого. Нет, кто-то есть такие. Есть Лавенстав, есть Блэссенфайр, и есть, кроме этих двух ребят, еще и целая толпенюшка игроков, которые хотят показать нам, так сказать, свой скелет. Ну, кстати, обратили внимание, команда Мека сами только что, на то, что немного закономерными оказываются их пики. Действительно, у Мурена последние три игры на Хаймере, у Фулснова последние три игры на Караптоде, и Реджендо вообще почти все время играет только на Мастер Вармсе. Ну, Пирамансер появился, и то что-то приятненькое. ФК Мурена, Лиа, Фулснова, Мудфеникс и Реджендо играют за Мекку и за Легион Хеллборн. Команда ГГВП, которая слегка обиделась на то, что я их назвал их ноунеймами. Ну уж, извините, я просто действительно почти никого здесь не знаю, кроме Десбаса, который, кстати, раньше играл, по-моему, за команду КВАМ. Джеки Чан, Фростед, Паузер и Сад Сада... Сад Сад... Непонятное. Ну, кстати, Джеки Чан вроде знакомое имя, но сомневаюсь, что по Хону. Вот, чисто поэтому. Кстати, говорят, что Джеки Чана, мамка-то, в животе 12 месяцев носила вместо 9. Я вот недавно узнал из биографии, собственно, Джеки Чана. Передает привет Моржу Десбаса, но он вынужден передать привет Моржу, потому что всем остальным запрещено. Поэтому, если Морж нас смотрит, Морж, привет. Ну, а пока что Хаммер, Пирамансер, Торт у Легиона и уж точно балуются станами команды Мека. Хеллборн же таких крутых, богатых станов еще пока не насобирал, но уже есть Алуна, Демпир и Дэдвуд. Дэдвуд, кстати, понерфлен слегка и, пожалуй, Лавенстав должен рассказать мне по поводу того, как он теперь не будет играть Дэдвудом на миддллайне, например. Ну, почему я не буду? Я буду так же играть. Говорят, ульта плохая теперь очень. Ну, честно говоря, я еще даже не опробовал Дэдвуда после патча, но надо посмотреть, не могу пока сказать сейчас. Я лично пробовал, то есть в Ирлигейме там, ну, слабее стало, ощутимо слабее, то есть практически в упор дэмеджа, чтобы убить 700 аж по героя, но зато в лете урон намного сильнее. Мы считали, что должно быть минимум 120 стрэнжи, чтобы эта разница в дэмедже окупилась. Нет, не совсем так. Дэмедж физически, он же не чистым приходит, то есть он через броню пробивается и значительно режется, да, то есть, конечно, в Ирлигейме, когда ты бьешь по 2-3 брони, плюс парень еще в корнях стоит, там еще вообще в минусе, да, это дэмедж высокий. Когда ты бьешь, допустим, керри персонажа, у которого хотя бы 15 армора, ну, керри, а у агильных-то будет вообще под 40. Ну, да, то есть, без разницы, там просто 15 армора ты бьешь, полторы тысячи ажпи персонажа, и уже ульта сильнее в этом моменте, то есть, чем раньше. То есть эти 10% больше. Очень спорно, Блес, потому что 10% стрэнжи, даже при 100 стрэнжи, это всего 160 хп. 160. Ну, так-то да. Ну, так-то да, но... Нет, 16 или 19? 19, да, хп? С одной стрэнжи? 19, да. 19, то есть 190. И это при 100 стрэнжи, то есть, это пуджа только разве что, бить, это вот, знаешь, типа, вот тогда будет разница. А так вообще, дэмеджа по нерфили огромное количество. На самом деле, нет, там вы, ну, математика как бы говорит, да, что 10% там немного, но на самом деле это ощутимо. Ну, я понял, тебе лично нравится. Ну, мы просто проводили на форуме, где-то есть большие расчеты, на, кстати, форум, если кто не посещает, форум Hongarine.ru, прямо кладезь крутых вещей. И рейджи, и позитива, и математики, и мама-нелюбительства. В общем, всего. Отличное место, форум Hongarine.ru, заходите, там есть вычисления, там даже я к ним прикладывал руку в теме про патч 3.2.3. И там считали мы, даже с учетом некоторых арморов базовых, сколько чего, но на самом деле это нерф. То есть, как ни крути, на любой стадии игры это нерф. Нет, ну, в игре гейме, да, это нерф. Да, на любой, я же говорю. Ну, да, скорее всего, это нерф. Поэтому не нравится это многим. Но, с другой стороны, в принципе, этот он полезный, как ни крути, но вот именно тот самый щелчок, как говорит Гесху все время в стримах, он уже не такой, не такой уже злой стал. По крайней мере, ваншотнуть какого-то пацана теперь будет только ультой достаточно сложно. Ну да, нужно будет корнями по-любому попасть сначала. Да, потому что теперь уже просто ульта дэмажа столько не произведет, а корни нужны просто как производитель дэмажа. Скаута взяли против предатора, и, кстати, теперь мы посмотрим на предатора в исполнении команды Легиона. Но здесь-то как раз поинтересней, лайнап, в принципе, и триплы возможны, и, правда, сопортящий торт и пиромайнсер, судя по всему, будет. Я не уверен, что это будет так круто, но предатора, я думаю, Мека нам покажет поинтереснее, чем смогла показать команда ТНД только что. Ну, сейчас вообще игра достаточно интересная, обещает быть, потому что невыгодно здесь играть в необычные лайны, типа триплу в сложную, отправлять Легиону, потому что они встретятся с такой же триплой, вида Дампира, Луна, Рапсодии, и там еще кто его знает, как судьба сложится. А предатор против скаута, самое что смешное, он проигрывает. Скауту проигрывают, да? Скауту очень многие герои проигрывают, поэтому... Скауту многие милишники один на один проигрывают, причем крепко так проигрывают. Ну, да, самое большое исключение это Дампир. Ну, Дампир скаута просто уничтожает. Дампир может, но дело в том, что, знаешь, вот как с Дэдвудом, очень многим тяжело стоять один на один, просто потому что там на 40 дэмэджи больше, по крайней мере, крепаться с ним очень неудобно. Также со скаутом с ним неудобно крепаться, он просто будет качать третий скилл против тебя, будет тебя дезармить, бить этим самым еще и больно. И ты какое-то время там достаточно длительное, да, полторы секунды, по-моему, да? Я очень надеюсь, что ребята сейчас идут на топ просто ставить в вард. Потому что... Не, ну я думаю, это хагу оставят, что-то мне так кажется. Ну, должны, по идее, да, ставить хагу, фармить мид, фармить бот, потому что без вариантов. Здесь первые 7-8 минуты early game'а должны быть классические, то есть каждый стоит в своей линии. То есть суицид, дабл мид, дабл. Кстати, вспомни, Блес, давно ли эта классика стала классикой? По-моему, два года назад, по-моему, предпредыдущий Dreamhack, это вот 1-2-2, это стало популярно. По-моему, предпредыдущий, без баса. На самом деле, огромный минус сейчас в фоне очень мало лесников, сильных лесников. То есть есть, конечно, всякое трешовое подобие, которое там способно ставить лес, типа Ктулу Фанта, там, Вилд Соул, тоже там, ну, малополезные герои. Я как раз вчера рассказывал, что практически за там 30 игр на рандоме, идя только в лес, я тут проводил эксперимент на прошлой неделе, и все, в общем-то, в состоянии стоять в лес. Просто вопрос в том, как? Ну, а вот выйдя из лесу, что делать? Вот это вопрос. Да, да, то есть есть герои, которые там фармят лес, то есть я не говорю, что их нет. Ну, собственно, на текущий момент единственный, это, пожалуй, Tempus, самый единственный эффективный лесник. Почему? Tempus, тофели, паразит, кипер на четвертом месте стоит просто потому, что полезность выхода только на шестом уровне, и то она реализовалась, все, и дальше. Трипла вверху в лес твои страхи оправдались. Ну, сейчас такой же Триплой столкнутся, только с тем лишь минусом, что если, скажем так, стан Хаммер попадает в далеко стоящую цель, то у него нет маны на следующий стан, и Трипла будет минуты две стоять без дела. Ну, и скаут, скорее всего, должен выиграть предатора. Скаут при равном скиле, даже если у тебя скилл хуже, чем у вот этого предатора, то там просто по кд ты бьешь его дизармом, не мешаешь. Да, ему больно, и он две секунды не может контролить кипов, вот в чем дело. Две секунды, это достаточно серьезно. Парапсе попытка въехать, Тарта успел фернуть Дампир, но, к сожалению, Рапса все равно получает стан и приносит дла-дла своей команде. Мурен на Хаммершторме делает этот фраг, и мы видим, что действительно пока что... Ну, на первых ладах так точно, без вариантов, поскольку Алун и Дизейбла нет. Дампир и то слишком удачно фернул, в любых других раскладах такого могло и не произойти. И Торт чуть позже просто продолжится стан. Они еще, на самом деле, двоем подставились под станы, то есть обоим пришлось разбегаться. А так бы, может, в ответ сейчас какого-нибудь Тарта бы и забрали, если бы это только парапсе был въезд. Ну, пока, пока Трипла у Льона эффективнее. Ну, на самом деле, тут понятно, почему она достаточно действительно злая. Три стана. Да, три стана, причем все три АОЕшных. И дальше будет хуже, поскольку только в количестве маны будет проблема у Трипла и Легиона. Самое, что удивительное, что на миде-то Дэдвуд проигрывает. Три крипа у Дэдвуда лол. Да, Артур-то думает, что будет больше крипа. Там Скаут поигрывает. К Редатору. Тут, наверное, все-таки. Или не в опытности. Ребят, то есть, допустим, ну, вот привыкли к Скаутам именно суицид стоять, то есть, да, без... Без фарма. Без фарма, без драк. Не, ну, вы видели, где начинал Скаут? Да, вот Скаут в кустах внизу спрятался и сидел там, то есть, он явно настраивался на беду какую-то. Не, ну, посидел, где, ну, два крипа, ладно, но потом уже видно, что там Трипла стоит на Триплу стоит. Вот, кстати, въезд по Аллуне. Торт продолжит. На Тартак, кстати, потенциально должны были бы забрать Аллуну. Так, все-таки. Патайфу на Тарта. Все-таки Аллуну забрали, у Тарта сейчас будет новый стан. Дампир, Фир. Ох! И мне показалось, что промахнулся. Да, Рапсу заберут. Дампир делает фраг на Торте, и по нему, наверное, не продолжит. У Пиромайсера, впрочем, стан будет скоро, а если Дампир будет вот так вот, могут забрать. Он так просто будет бегать, но... Если он так будет бегать, ну, конечно, он умрет. Трипл килл для Пиромайсера. Скилла не хватает здесь, ребятам. Немножко есть, да. Но, на самом деле, как в прошлый раз, Хаммершторму не везло, он все отдавал регенды на Мастера Аркти. Теперь же все он отдает Пиромайсеру, Пиромайсер. Сопортящий в Пиромайсер, 0-0 по крипам. Имеет 3-0-1 по статистике, и это 300 ГПМ на Пиромайсере сейчас. Но я могу констатировать, что из-за недостаточной скилла они проигрывают 3 линии из 3-х. При том, что 2 линии они должны были выигрывать. То есть, Скалл должен выигрывать Предатора, Дедвуд должен выигрывать Хагу. Но Дедвуд Хагу, я бы не сказал, что он так выигрывает. Он выигрывает после 6-го уровня. Ну да, и на минутах, когда у Хаги там Хаунд, не в втором... С приходом даже Дампира и Дедвуда, Скаут справился с Предатором. Фраг первый, нет, второй фраг для команды Хеллборна. Да, Торт же ж умирал от Дампира. И Дампир теперь стоит внизу, будет стоять он против Предатора, что ли. Скаута в триплу отправят, я буду плакать. Ну мало крипов у Дедвуда. 8 крипов всего... А, 7 на 2 точнее даже. То есть, очень мало. Даже против Хаги, даже там... Все равно там оно на первом уровне, что он там... Нет, на первом, да, надо забирать крипов, а вот когда Хага начинает получать третий уровень, там уже... Ну, когда Хага получает третий уровень, Дедвуд должен уже четвертого быть. Я бы не сказал. Я бы тоже не сказал. Все от Сараса зависит, видишь. Очень много, да. Ла Луна теперь на миддллайне, Предатор. И Дедвуд не кинул в корни. И палку мим, Ник. Может быть, поэтому я ничего не знаю об этих ребятах. Да, я думаю. Я вообще здесь, кроме Дезбата, если честно... Я тоже не сказал, я Дезбата знаю по кламам просто, но всех сторонников... Я Кичан еще вроде в какой-то команде играл на саппорт. Наверное, в команде ГГВП, я думаю, может быть, нет? Если не измеет память, Дезбат стоит суицид. Да, он суицидник, да. Стоял суицидник кламмов и что-то как-то отвратительное, если честно. Нет, Дезбат стоял на миддле. Нет, я суицид. Суицидник он точно суицидник. Нет, я очень часто помню... Абузма стоял на миде. Он на варбисте, да, варбистов, скауты. Он все время суициды стоял. А я еще помню, он Дедвардом против меня стоял на миде. Нет, ну это может там... Исключения какие-то, да. Привет, въезд по Дампиру. И, кстати, 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 это будет фраг. Дампир неплохо сориентировался, кстати, с банкой, но... И даже сделал фраг на медаторе, лол. Умирает. Стря высунулся, поддался торту. Он мог выжить даже в этом странном раскладе. Дампир еще по чьей не имеет. Не догонит торта. Да, он тряпочит. Дампир зря высунулся очень. Может быть, даблкил хотел из этой ситуации получить? Ну, встан и встают просто как у себя дома. По два, по три. Твитчат модератора открыли голосование. Кстати, на Твитче за команду Мека голосов, понятно, больше. Но за ГГВП есть. Но ребята, правда, видят только там первые минуты игры. Поэтому еще пока ничего не понятно. Это у нас шестая уже. А там-то в стриме еще только первая. Да, тут получается шестой уровень. Хаммер. Ха-ха, как глупо получилось. Хаммер дал, так сказать, финальный стан скаута. Но скаут в эту же секунду дал по нему дизармы. И Хаммер все эти две секунды простоял. И скаута убить не смог. Это было очень смешно. Там, опять какие-то тут сражения. Как сражения? Против триплы сам стоит. Тут все от чего-то пытается уворачиваться. Но все это выглядит достаточно сумбурно. Сверху, если смотреть. Как, в общем, он возле магазина слева, там, да? Возле ларечка. Тусовался. Это было глупо. Ошибка, да? Вот. Ну не можешь ты линию стоять. Но уйди ты в лес. Ты демпир. Ты в состоянии... Шестой демпир? Лес лоб. Да, ты с первого уровня в состоянии лестать. А на шестом уровне, какие у тебя вообще могут быть сомнения в данной ситуации? Шел в лес, завардили свою половину карты. Все. Но... Щелчок. Вот мы сейчас видим, вообще не было больно. И без скаута он бы никак не справился. Нужны были корни. Корни, кстати, почему он не дал корни по ульте сразу, вообще не понимаю. Ну, 225 демпеджа, ну что это, ну куром на смех просто. Хе-хе-хе-хе. 450 же было или сколько? 350. 350 было. Все. Вроде, по-моему, с 5 демпеджа. 450 было. Ну, это... Это когда было ваншот. Не, ну сейчас бы он его легко убил, но с корнями так точно и сам. А так получилось, еще и ульта скаута потребовалась для этого. Ну, скаута ульта хоть дамажная, хоть не по нерфере. Хаммера нашли. Хаммер отличный даблстан, не знаю, почему дерется он. А, Хаг уж дал, лол. И убьют дампиры. Да, да, замедло и... Ну, опять же, ну ответил тем же самым. Сейчас дампир просто раз высунулся, отдался. И этот раз решил также отдаться и Мурен. Даблкил для Лии, но Мурен мог тоже не умирать. Очень хотел он этот фраг. Не, просто это ребята из разряда... Мы не помним, какая скорость анимации у нас оттачивает. У Хаммера с ультой, серьезно? Надо, мээ, пуф, эээ, пуф. Вот так вот, ну это же несложно запомнить, в принципе. Ой, да стерно порошка нет, ничего нет, ничего нет. Сделать. Скаут по итогу вернулся вниз, да, непонятно где он, везде. Ну, скаут полезный уже убивает, убивает, убивалица 1-0-1. Разведывает. Да, разве чем полезен скаут? Нет, может курица убьется. Нет, не убьется. А вот дампира, кстати, может и получится. С дампиром делают они все-таки фраг. Хотел Деду даже присоединиться, ассист возможно получить. Все-таки он мистер ассист 002. Ну, Хеллборн пытается как-то вернуться. Немного трейна показывает. Освободили вообще все полностью верхнюю линию. Там никого нет. Дампир вот. Или он линию? Ну, линию идет. Ну, наверх классно. Ему вот этих крипов забрать, следующую пачку забрать и в лес сворачивать, потому что потом с третьей пачки уже придут, накажут. Ну, как-то так. Но ему за это время нужно получить левел хотя бы восьмой, чтобы получить аджор. Да, ему нужен аджор, он без него в лесу не будет так эффективно стоять. Не, он нормально стоит. Он может, да, но тогда хотя бы чилист нужен. А у него ни того, ни того. Дело в том, что... У Дэдвуда, да, был... Дэмэдж был на первом левеле 350, я как раз открыл ченжлок. На втором 650, на третьем 950. Стал 220, 470, 720. То есть его понизили практически на 40 процентов. На 30, я бы сказал, вот так, да. То есть достаточно весомо. Не, на первом уровне вот очень ощутимо. То есть он сейчас дал ульт хаг. На 130 дэмэдж меньше. Это было не больно. И вообще не больно. То есть хагу обычно, которую там практически убивает, убивало ультом, отняло там полошпи всего. Да, даже меньше чем пол. Реально очень мало. Ну, собственно, 220 хпа. И с учетом стрэнжи, это плюс-минус там где-то так и получается. Дэмпир хочет хагу, но не хватает маны. Ну, опять же, это отсутствие чилиса. И зачем-то батарейка. А теперь у Дэмпира могли бы быть проблемы. Он продолжает там показывать супер кайт. Приехал чилисому. Приехал паровозик. О, попадает пирамансер. Но не хватает манки на рту. Но умрет, да, умрет. Дэмпир в полете еще успел чилисом воспользоваться. Чилисом воспользоваться ману получил. Модфеникс погиб и подарил ультимейт вориора. Кстати, 4-0 у него было. Приятное достижение для команды Хеллборна. Счет вообще 8-7. Не то чтобы, кстати, сильно разрывать. Ну да, и у Кэрри, в принципе, по 280 гпм и там и там. То есть без особых таких перевоспособств. Ну, только Хаммер вперед вырвался прилично. Да, вот 350. Это ПК, возможно, скоро. Вернее, невозможно, точно. А вот это может что-то изменить. Да. Хага хочет скаута. Выживет. Если Рапсодиан. Заденайла! Заденайла! Луна какая молодец! Рапса умирает. Рапса умирает. Дэмпир не знак. Рапсодин тоже на всякий случай отдается. Ах, все умрут. Ну, у него 5 секунд до ульты, но нет. Нет. Мог бы. Еще и ульта 3 со стаками была. А все из-за скаута? Да. Да. Именно из-за скаута. Из-за этой странной ульты по стаунхайду. Потому что парень в фире был. То есть там тычку вполне можно было дать. Да это скаут, он в любом случае тычку мог дать. Ну, как бы на инвизи догнать тычку дать. Как угодно дать. На ульта. Было непонятно зачем. Потому что он кастует ее. Не, ну он около двух недель, я слышал, кастует первую ульту. Там конкретно. Заряжает. Я правда не помню, она сильно увеличивается у него. Ченнел, да. В два раза практически падает, да, время. За одну секунду кастует на 16-ом и за 2 с половиной почти. Угу. Да. В шестом. Вот торт в инвизи. Так. Ну, могут при этом синициировать вот инициация. Очень быстро. Размерять. Врач с хагу забрать дембир никак не сможет. Хаг десятого лавила с грейвлоки там. И достаточно плотный хаг. Хотя вот так вот уже что-то могло бы и получиться. Но, к сожалению, опять куча станов. Там просто минимум дабл станы вообще всю игру. Вот просто не знаю, они как-то так встают постоянно. На всех линий так умудряются вставать. О. Привет. И снова инициация от предатора. Пред инициатор. Не, там... Ну, Хаммера стана, да. Хаммера стана, да. Хаммера стана, да. Не, там... Да, 7500. Не Хаммера достался. Я же говорю, иначе было выпать почти 400 гпм у Мурена. И это большое количество денег на самом деле. Ну, вот интересное обсуждение в чате. Мне интересно, что предположение наших вот зрителей по поводу того, что скаут понерфлен. Это неправда. На самом деле скаут не понерфлен. Скаут немного ребалансирован. Его первый скилл только, да. Ну, и как бы чуть-чуть... В лучшую сторону намного. Да, там, ну, как бы... Ну, да. Ну, как бы... Змири, что не догонишь в начале. Вот. И... На самом деле не то, чтобы там это мега нерф, никакой большой проблем нет. Удействительно это баланс, но не нерф, как у того же Дедуда, да. То есть он дэмодж производит такой же, как и раньше, и все у него более-менее понятно. Просто он чуть бегает медленнее, да, теперь под инвизом, и... Да, но это чтобы Слицидиум прям не такой резвый был. А так-то... Так-то это особо не нерф, да, особо не. Ну и то, что глаза теперь видно получше, это, конечно, что же. Попытка забрать Хагу. Будет ли она только что-то, блин, коллась будет? Ох, опять, так смешно, а у Дедвуд вообще не больно. Вот вообще, вот он ультует, и ничего не происходит. 225 демажа, это меньше, чем вот полутрового Аталумы сейчас пролетает. Да, это меньше, чем вскрытие от скаута с критом. Вот 197 скаут скрывается. Потому что Дедвуд это далеко не самый сильный герой такой для МИДа и для прочих вещей. Да, его как-то слишком. Довольно-таки сильный герой был. Не, ну вот Бебелец вот сильный герой, а Дедвуд... Нет, Дедвуд тоже хороший. Ну, Дедвуд там атака вначале очень. У него демажа с руки огромная, короче. Ну так пофиксили бы именно этот демаж с руки бы тогда. Тогда бы он не Дедвуд был. Ну да. Советую не Дедвуд. Хотя бы оставили бы ему прежний кулдаун ультимейтер. Там же они 15 секунд добавили. Да, примерно в секунду. Не знаю, ужас какой-то. Нет, Дедвуд очень сильный физический демагер был всегда. 225 демажа раз в 100 секунд. Теперь он по сути инициатор, который отбирает количество хп какое-то, да? По которому, чтобы вот тот же скаут продолжил свои ульту. Ага, и по кустам убегает. И просто, да, и по кустам убегает. Не знаю, это все равно, что вот пиромайсер бы сейчас по 150 ультовал. Я думаю, да, перекус 150 это идеально. Ну, кстати, я так грущу за тем, что в патче 3.2 не ввели ульту аганим для пиромайсера. Его ж хотели, он же должен был быть. Так там же было, что там... Да, было две цели он должен был. Баунс на одну цель. Вот это было бы, конечно, круто. Э, каких еще этих кто? Не, сделали бы тому, что в АОЕ взрывается в 150, допустим. 150, ого. Полегче. Это прям чуть-чуть вокруг героя. 150, ого. А, ты рейндж 150 имеешь? Рейндж, рейндж. Я думал, дэмэдж 150. Я сразу же говорю, полегче. Ты шо, так дамажить? Ох, как неплохо. Ульта нула только шеробса. Ульту перомайсера удалось законтрить. Ждря, конечно, остановилась. Умрет все равно от четверых пацанов. Но зато дампир успел забрать с собой хаммершторма. Он и так забирал его. Ну, неплохая. Все равно красивая ульта трапса. Че не похвалить-то? Ну, да. Длилась бы на секунд 20, я думаю, дампир бы не умер. Чем временем убивают предатора опять? Шкаут делает свои дела. Все очень бегают. Особо не стакают, особо не забирают. Да, вообще игра не на фарме сориентирована, прямо скажем. Но это мы видим, потому что уже 24 килла сделано за 17 минут. Это достаточно активная игра. Видели мы, конечно, и больше, но впрочем... Ну, товара падают очень активно, холлборно. Дефаются все хуже и хуже. Причем, ГГВП команда так и не пронесла еще ни одной вышечки. И на этом отчасти и сказывается преимущество почти в 9 тысяч у команды Легиона. Ведь здесь вплотную подошли к Т2, а Т1 упали все. Сейчас бы Дедвуд 11 получить и начать охотиться на Хаг. А еще лучше старую ульку. Посмеемся с его 11 улькой, да, еще сейчас. Хагата, кстати, уже взяла 11 и взяла Лайт Брэнд. И она вообще достаточно плотная. Вот 1080 жизнь у нее. И интересно, что Дедвуд 11 левел с этим сможет сделать. Дедвуд с Портал Кейм. Это будет, я думаю, рассказ быстрый, но вот эффективный Лайт Брэнд 11 взял. Ну, в соло он ее сейчас не заберет. Вот полный бред, когда 11 урня Дедвуд не в состоянии тысячи HP Хага забрать. Которого ни армора, ничего нет. Нет, ну может с красной палкой Луны там. Ну, может. Сейчас скаут может улетонет 11 урня. Вот скаут 11 урня. 250 плюс 20% максимальных HP. Вот это хорошо. Ну, кстати, я вот сейчас подумал. Получается, что Дедвуда ульта понерфлена, а еще и скаута ульту понерфила, да? Ведь Дедвуд ультует и количество максимальных жизней уменьшается. Тебе скаут меньше дамажит теперь тоже. Во, вот это да. Не, приходится скауту начинать с ульты потом. Дедвуду. План перехват. Да, вот так, кстати, будет эффективней, в принципе. Как-то не странно, забирают скотт все HP потерял. Дампир, похоже, в БКП пошел. Сразу. Видимо. Ну, это странно, конечно, дампир без гримора, не дампир. Ну, да, ему фарм потенциал, ему очень нужна. Он обещается. В этой игре конкретно сильно отстанет, если они будут его собрать. Тут очень смешно, 4-мен, дабл стак энджета фармили. Не трипл даже, дабл. Трипл, трипл. Трипл был, да? Да. Драконы, и он весь 4. А, вижу, да, да, да. Трупа под землю уходит. Ну, справились, и то неплохо. Держат еле-еле на 8-7 от отставания свое. Ну, просто так оно мало сейчас. Просто дампир с гриморчиком, даже с лайт-брендом, сейчас бы легко достаточно вышел к 400 гпм в 20-й минуте, но он даже не планирует этого делать. Соответственно, команда за счет фарма дампира как-то вперед выдвигаться по деньгам не собирается. Преимущество пока только увеличивается. Да, легион нагоняет и нагоняет. Сейчас, там, через 5 минут буквально хага гриморда делает. Она уже сейчас с лайт-брендом пошла в гору немножечко, да? Да, да, да. Вся надежда на скаута. Ну, дампир купил себе молоток, поэтому это БКБ 100%. Уже имея 2 артефакта, он не будет ничего другого, кроме свитка. Да, понятно, но до свитка еще надо доформить. Хаммер тут тоже не жалеет в лесу станы. Предатор, смешно, что бегает стакой для Хаммершторма. Я не могу понять, что тут происходит. Не сильно ты нам нужен, наверное, команда имеет в виду, пока и без него справляемся. Ну, что-то в этом, в принципе, тоже есть. Если сейчас просто команда без предатора нафармится и пойдет драться, а преда оставят. Ну, при этом, вроде, этих двух артефактов, в принципе, да, он уже может драться. Да, он уже может драться. Единственное, что Бульварк бы не помешал команде, да, вот сильно? Не, не, без разницы. Вот два артефакта, вот пред, чем хорош, то вот он способен драться с двумя артефактами. Вот на Слитариус, Паразит, ну и ПТ-шечка, конечно. Все, вот, то же самое, как Берсеркер, то есть, два артефакта и просто бой. Ну, Хаммеру, кстати, я вот не могу понять, уже есть или еще нет. Был Вархаммер куплен или нет? Нет, не было. Вот только купил. Первая вышка для Хеллборна, но она за динайна. Предатор. Роман, серым лет. Щелчок. Нет, нет, там заряжает. Прилетело, да? Скаут радостный, ходит, бегает, бэм топовый в команде. Ну, кто там келяет, это же Десбасс, все-таки опытный игрок. Ну, у Демпира, конечно, 6-7 счет, это достаточно грустно. Ты хоть забирал кого-то в ответ? А то бы сейчас не 13-12 было, а 13-6. Да, кстати, 13-12 вообще плотненько, хотя проигрывают денег много. Хага, неужели умрет? Да, и снова фраг для скаута. Волшебный скаут. Уже в полете. Тут супер ганкер, на самом деле. Они с Дедвудом, я смотрю, нашли друг друга. Дедвуд, правда, по-моему, ничего не сделал в этом пайте Демпир. Почти, Рапса хотел его засейвить, отдалась на всякий тоже. Почему бы нет? Мне кажется, вот ребятам, если вместо Демпиры сейчас бы играли, ну, без кэри вот такого Демпира, а взяли бы там какую-нибудь ралли, что-нибудь такое, то можно было намного лучше все сделать. Нет, это Сафир вначале делал, но там адекватно армить там. Ну, там, будем странно скажем, то есть ребята не в состоянии стоять треплой слабее, чем у противника. То есть, если дела обстоят таким образом, то есть им лучше было взять кого-то в треплу. Да даже не в треплу. Я думаю, что они допёрли про то, что это будет трепла, когда уже пики были сделаны. Вот такой у меня. Даже, даже, просто смотря предыдущую игру, можно было сделать вывод, что если ты пикаешь слабого кэри героя, который слаб в трепле, то к тебе придут треплой. И вот ульта от этого продолжения Дампира и, конечно же, фраг на торте. Дампир дособирает сейчас свой шранкен хэд. В принципе, уже скалт купил первый шилдбрейкер, что тоже, кстати, даст ему возможность подраться. Ну, Хагу-то он в соло, наверное, не убьет, а вообще... Можно пиромансеров, торторов забирать. Да, вот этих двух ребят. Нет, на самом деле с шилдбрейкером Хагу можно забрать. Ну, если с ультами начать только, и она не замерзает. Собственно, и она умрет. Собственно, вот показал он тебе только что, практически. Да, и она умрет. Соло забрал. С ультой легко, по помощи от Дедвуда, в общем-то, не обязательно было. Проблематично по той просто причине, что она блинка может задоджить. Но там у Скаута Аватар был до этого. Не видно было ни машины ульты просто. Ну, это уже как бы не... На это не надо надеяться, на самом деле. У Скаута Сала последнего лавала 6 секунд, и Хага просто даже вот с учетом вскрытия тычек всех и накатывания... Ну, вот добежать. Там потом дистанцию как покрыть. Это хорошо, если ты кастуешь откуда-то с далеких земель, и ей некуда убегать. А так-то... Ну, или ПК у тебя есть. Игра, конечно, вариант без проигрыша. Сейчас в третьем шеллбрейкер можно и без ульты всех забирать. Да, в третьем... Ну, или как... И бульвар куда-то боялся. Басар докупить. Ну, басар, да, для предатора, на всякий случай. Ну, так-то вообще уже хорошо все, в принципе. Действительно, шеллбрейкер третьего уровня плюс бульварк, и скаут будет очень болезненным, а с башером он сможет легко драться и с предатором. Пред тоже, правда, взял бульварк, и выходит тоже на башеру. Там просто есть такая проблема еще, что... Ну, шракный хэд-то нужен, потому что там два суппорта есть, которые тебя будут нюкать, стунить. Ну, даже не то, чтобы только двух суппортов нужно бояться еще. Хагу не забывать. Прикольная тема в чате, где обсуждается о том, что нерф Поблс легко контрит со шрадами. Ну, там нерф такой... Не, ну, конечно, не сравнить. Да, да, на 60. Пеблесу там не так вот критично. Там он вообще, да, почти, практически непонятно. А вот почему именно его так чуть-чуть, а D2 так сильно, вот это, конечно, непонятно. D2 да и так до этого ему помешали кд ульта, тут еще и дэмэдж порезали. Причем не на 15 как. Ну, да. Хаммер въезд по Дампиру, Дампиры должны были бы убивать. Но опять отличный ульт на трапсудь. Дампир может продолжить. Дампир тоже забирает свою хагу. И у Пиромайстера уже тоже умер. Что же будет стартом? Тоже, скорее всего, уютфраги. Хаммер дерется со скаутом, но скаут, кстати, нарезает нарезает остался один пред и его конечно же выкупил садом пир вот этот скалт бы еще сейчас не умер ох лол да неужели квад анигилейшн баллиста прервал кириду привет анигилейшн для предатора и можно сказать в принципе что это был бы дабл я бы сказал геноцид с одной и с другой стороны поумирали все хага выкупилась выкупался и дэмпир хорошие бэйбэйки кстати хага умерла прям за два-три удара скаута в корнях да хага умерла очень быстро если бы она не выкупилась пред бы умер и ничего бы не сделал но если бы не получил бы т1 от этого не было красиво то она бы не успела никуда да действительно то что не пронесен тавер внизу вообще никогда это немного решает ну и гем спасла хага что тоже неплохо при этом 21 20 все так же близко по фрагам ребята но отставание хранится около 10 тысяч достаточно большое но они сейчас подрались и тем и тем было неприятно поэтому я думаю следующие пять минут мы файтов не увидим таких вот плотных потому что противники вряд ли хотят сейчас нападать хотя и геноцид да там все хорошо вроде бы но тем не менее не но для хеллборна это было достаточно ты сам утверждающая драка они понимают что немного отстали на самом деле рапса решила то что выжил дампир там буквально на 200 hp успел раскастоваться еще пожить еще кучу дэмэджа в себя принять и это очень много времени дало если бы он инстова там умер то остальных бы тоже просто не брали беру умер он как бы это нет на мне он он не имеет опорта и он успел убить да 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 когда рассуде ультанула то есть в него куча дэмэджа просто летела и все застрелило и он не приятно и он успел раскастоваться то есть все спелы он дал там еще отхилился это действительно была очень крутая трапсы именно она и дала возможность такую хеллборн обратите внимание как не слабо провардился чтобы попробовать забрать конгора треугольник из варда вообще со всех сторон варды но они его заберут конгоры конгоры я думаю дампир сейчас пойдет на эншей а скаут пойдет какой-нибудь топ дефать дэмпир отдали токен все равно несмотря на конгора преимущество региона растет по деньгам но ребятам нужно попробовать пофармить или еще пару разочков хорошо подраться с токеном кстати они в принципе если ульта рапсоди опять так ляжет то с токеном они зачем зачем вот сейчас круги наворачивают можно было эншей забрать моментально после конгора и появились бы следующие энше сейчас они все этих будут забирать следующие не появится если бы ждать стакать либо что хороший кстати пока дочь на неплохо вернулся дадут ну может до третьего просто уже довести до дампир видно что не оформила то есть он явно такой психологически такой скажем так не успели стакнуть и лол да что фокусить и вот этого кэри он кэри но скорее то не кэри а весь в деф одетый допустим то есть там с шаманками со шранкинами с хоблами ну да то есть как бы не смысла то нет его фокусить но по старой привычке то ты его фокусишь мальтиблейд взял скаут это либо шамкин либо башер это шара должен быть сейчас шаранкин потому что не смысла башер если ты дэмэш выдать не можешь потому что там столько аое прилетает оп вардик нашел я не думаю лучше сделать шаранкин это будет уже безопаснее я тоже скорее за безопасность на самом деле скаута как раз предатора вообще не боится боится предатора команда как мы сейчас видели да вроде бы как выиграют файт и хеллборн но один живой предатор сделал нигелейш но два башера на один на скауте 2 на дэмпире и предаторы просто влейте не делают да но лейт на удивление за хеллборном для скаута и дэмпиру даже хаммер и пред не вытащит но есть еще хага есть еще хага да там дэмпир мне кажется мне нужен башер не ну понятно пока я первые выпить самим залететь хагу и продолжить файт кстати дэмпир не заряжает ульту что интересно вообще достаточно странно ведет себя не опыта дэмпир может быть не знаю да тут у шестнадцатого тысяч кого-нибудь так но как вы видите в ходу скроется приеда у него у просто убили кузову дублинка саду пущего погоня на самом деле охране о собаках в ухе одна тычка в судах минус сколько минус один сармора ну да да много армора буду сочетки и что много армора насчитали и здесь армора там ну это без корней на счет а вот а и минус 4 аура да 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 просто уху челчак но это просто было очень бы ну действительно чего нечего подряд парм пармящую такую хагу нормально за дэмпир блин кто-то в тарта разобрали дэмпир по шранки на хэду в принципе вроде бы терпимый дэдвуд уже ультанувший может попытаться убежать от хаммера если хаммер будет продолжать за ним преследование то ну кстати убил хаммер то пред съел дэмпира ой тоже с двух ударов съедает алуну с гем на предаторе но да скалп не загнали даблкил для фл снова пред очень неприятный с этим башером бульварком ну и конечно он 430 гпм это разница тоже все-таки ощущается немного да что у хеллборна 400 еще не взял никто а тут два 400 плюс довольно плохой файт для хеллборна они 4 в 5 и втроем умерли отдали токен убил ток тарта прощание со скаута внизу за стан хаммер шторм и пэйбэк у ли на скауте пред на подходе к брасплейту и домика конечно почувствую себя тоже достаточно хорошо нельзя так неудачно драться неудачно драться неудачно создать а а а но это хоть а к а а Не трогай мою дверь! Начнет собирать еще кто-нибудь полезно О этом не исключено, что это будет и шипстик, или же на халфа На первой, видимо, решил в башер пойти Да, видимо таких башер И шкаут тоже в башер идет Хотят предатор контрить Ну не получилось ехать по торту Продолжает дампир, не дал вернее продолжительный хаммер шторму Хаммер дал с там дед 2 Да лучше отступить, иначе сейчас хага прыгнет и... Хорошая сау от скаута Но хага правда была без ульты все равно БРЕД! Моментальная смерть рабсы Какое-то продолжение дальше будет ли? Пацан, 522 мук спиды Там хаммер без маны, без всего Да, хаммер не продолжит Ну не забрали торта, а забрали зато рабсу И все еле-еле разбежались прямо скажем Пирамансер улетает до пуша в нижнюю линию Ветра на пирике И хага свой талисманом, окей Дампир почти башер Скаут почти башер Но эти два башера, кажется мне, что вообще роль не сыграют Не знаю, что-то я уже не верю Не верю в удачный тимфайд Холборна Ну тут да, тут же перефарм хороший Двадцать первый предс брост плей там Конечно, это все очень, очень по злому Не, Пирик походу таки не дособирал ветра Там был рецепт что ли купленный, я не понимаю Ммм, да, видимо, рецепт Да, не хватает скоробей она Похоже Или, может, курьер не долетел Ну уже дефхг, тут уже явно ребята настроены Заходите, бараки нести Шкалт сейчас потратит всю свою ману Ну, один крип и скаут нас ждет, да, скаут нас ждал на башер Посмотрим, как его теперь файт потенциал увеличится Но мне кажется, что не особо Неплохо было бы уже тогда, конечно, и дампиру на башер дособирать Чтобы мы весь ударный потенциал команды GGVP увидели Хм Сейчас Въезд Ох, Харапса немножко просчиталась с ультой Хаммершторм хороший въезд по дампирам Дампир умирает быстро от Хаммершторма Хаммерта с дабл дамеджем и ей там, на всякий случай, 500 дамеджа с руки Ох, вот это ульта пироманстера Свериал пироманстера Ох, ГГВП Опа, да, да, да Как-то именно так, все-таки ребята выиграли Ну, на самом деле команда GGVP показала нам хоть что-то На какое-то сопротивление они, в принципе, гораздо, но Их персональный скилл на линиях, конечно, оставлял желател лучшего Ну, Мекки посильнее будут Команда Мека проходит в следующую стадию турнира И это, кстати, уже полуфиналы Означает Эти полуфиналы То, что игры начнутся в формате Best of 3 То есть до двух побед Мекку мы поздравляем с победой Ну и, собственно говоря, наверное, прощаемся до следующих игр ГГВП Ну, старались, молодцы Ну, действительно, надо подучиться Дампиру, в частности, наверное, больше всех Ему Надо понимать его роль в игре Понимать, когда фармить, когда пытаться убивать Потому что был он слишком активным Из-за этого отставал По деньгам А и отчасти Из-за этого, конечно же, отставала и команда Поскольку 480 гпм у Predator А 470 у Hammerstorm И только эти двое парней За 30 минут игры Своей команде Принесли сверху Над керри другой команды По 3000 денег Соответственно, вот уже 6000 отставания Было только благодаря двум персонажам Ну, от аура Линии Все остальное Конечно, нельзя отставать в фарме Когда ты имеешь такую возможность Ну, вот, странно Я сейчас этого парня Проверяю Ну, с потрясающим никнеймом То есть 1669 1669 У него ММР То есть Достаточно много фармящих героев Феворити И такая игра Как бы, я не знаю Понимаю Ну, нет Играть-то вроде человек умеет Понимание моментов Что Зачем идти туда-туда Как-то отсутствовало Полностью Интересно Что достаточно низкий КД И ГПМ средний Достаточно низкий у него По его статистике Да, но при этом Почти 2К ММР То есть Ну, до первого Вот при таких вот Моментах Надо было давать ему реальность Фармящего стунера Типа Ралли, Лодстоун Хаймера Вот таких вот героев Давали парню А Дэс Баттон Отправлять Суицидить и керрить То есть Это хаги Варбисты Скауты То есть Отстоял суицид Но фармил там У него лучше получалось фармить Чем У этого керри Да, Дэс Батт более опытный Ну ладно, окей Мы добрались до полуфиналов И остаемся с ними Кстати, дорогие зрители Не пропускайте Возможность заглянуть в Команду Так сказать Горена Цис Поскольку на Твиче есть Такое теперь уже понятие Twitch.tv Слышь Team Слышь Горена Цис Есть ссылки в чате И там конечно же Есть еще параллельные стримы Других игр Вместе с нами Стримят еще и Пуджи И Алиенс Им тоже за это большое спасибо И ваше внимание им тоже обязательно Спасибо и моим сокастерам За эту игру А мы присоединимся к вам, зрители Уже в полуфиналах Очень скоро